Закончился матч Desperados Creative, где победу со счетом 9-1 одержали отчаянные. Николай Мазепин и Александр Бережной делятся своими впечатлениями. Александр, что случилось в первом тайме, когда вы за минуту пропустили аж три мяча? Ведь сам первый тайм начинали довольно неплохо. Я даже не знаю вообще, мне что-то разговаривать даже не хочется. 1-9 и от более сильных соперников мы столько не пропускали. То есть не в обиду, но просто по нашей игре. Вот, поэтому не знаю, ну вот в момент как-то так посыпались, просто получили все по девяткам. Не знаю, вроде играли, да, как ты говоришь, собрано старались. Поэтому не могу ничего сказать, не знаю. Николай, насколько тяжелый был первый отрезок встречи и как произошла игра в конце, что случилось? Ну, хочу сказать спасибо Креативу за игру. Здесь даже действительно говорить-то особо-то нечем, потому что, конечно, приятно все время играть с Креативом, даже не по поводу счета, а просто приятно с этими ребятами играть, потому что давно их знаем. Просто отмечу то, что сегодня нашим нападающим для уверенности, нашим лучшим нападающим первого круга, что они сегодня как бы забили мячи, отмечу нашего второго нападающего, нашего легионера сегодня. Большая плюс в том, что команда Креатив играла, ну и нам давала играть. Получилось забить в начале матча быстрые мячи, что, собственно говоря, и в дальнейшем уже, так скажем, мне кажется, предрешило, потому что ход уже итог встречи, тем, что Креативу нужно было идти вперед. Зоны оголялись, а нашим быстрым нападающим только это и нужно, чтобы было убежать. И вот получилось забить сегодня сколько? Девять, да? Ну как раз про вашего легионера Ши является ли он сегодня лучшим игроком встречи? Сегодня Дисперадес является лучшей командой сейчас на поле. Здесь вот не просто нужно как бы сетовать на счет, а вот просто смотреть на, наоборот, даже на минусы этой игры. Что в какие-то моменты не было концентрации, не было плотности, и даже если мы ведем достаточно много, нужно не останавливаться и то, что бежать, еще голы забивать, а просто быть сконцентрированным и, наоборот, не пропустить. Я вот сегодня как бы, Чирни сегодня и потащил неплохие удары, как бы, но не то, что это не его гол, но хотелось бы сегодня и на ноль сыграть. Ну как раз про этот момент, первый тайм только начинается, сразу же в первой же атаке пропускаете, отсутствие концентрации в этом вина? Не нужно вставать, когда судья не свистнул, например, по нашему мнению, как бы, наш же игрок сыграл, может быть, опасно, и ребята все встали, как будто сейчас будет свисток. Сутка не последовала, по оттвери концентрации ребята, собственно говоря, забили мяч. Ну, собственно, здесь что, просто не нужно выключаться, нужно продолжать дальше играть. Александр, как раз про этот первый мяч, когда вы забили, было ли чувство, что вот вы сейчас можете отыграться, или все равно чувствовали, что соперник превосходит сегодня? Ну, мы хотели выйти, сразу нам нужен был быстрый гол, в общем, мы его получили, но, в общем, на этом все и закончилось, потому что у нас реально сегодня почти ни у кого ничего не получалось, там, в общем-то, очень много потерь было, пасов никуда, то есть непонятно почему, то ли, может быть, футбола много, потому что мы в четверг играли на другом турнире, абсолютно все и физически, и контроль мяча был, как бы, я не знаю, то ли, может быть, на нас давит то, что нам сейчас нужны одни победы, да, мы выходим, и у нас как-то, не знаю, трясутся ноги, может быть, но хотя мы столько лет уже играем, они, по идее, трясти не должны, не знаю, честно. То есть, ну, вот сегодня совсем, как бы, не получалось ничего, потому что мы даже вот столько в пятницу, ну, мы уже в последнее время собрались, то есть старались вот там и прошлую игру больше защитить, и уделять внимание в первом тайме особенно, потому что мы все время пропускаем в первом тайме, причем такие голы, ну, вроде и не пахнет голым, как бы, да, а он почему-то прилетает в наши ворота, вот, ну, и мы опять прошлую игру, вот мы смогли первый тайм не пропустить, а вот сейчас мы опять за минуту три, поэтому, не знаю, проблема наша, это что мы не можем, во втором правильно Николай сказал, что приходится бежать, открываться, там уже, естественно, освобождаются зоны, куда можно врываться, как-то так. Спасибо.